Всем привет-привет! Меня зовут Женя Гейн. В сегодняшнем видео я покажу, как сделать легкий дневной макияж и быструю прическу в школу. Если у тебя ровная кожа и однотонный цвет лица, нет прыщей, веснушек и темных кругов под глазами, все эти этапы с тональной основы можно пропустить. Тональный крем нужен для того, чтобы выровнять тон лица и скрыть недостатки. Его цвет должен совпадать с цветом кожи. Для кожи подростка идеально подойдет легкий тональный крем на водной основе. Корректор должен быть на 2 тона светлее кожи. С его помощью можно замаскировать следы от прыщей или темные круги под глазами. Румяна придает макияжу здоровый цвет лица. Еще мне очень нравится для легкого дневного макияжа использовать тинты для лица. Пигменты, которые наносятся пальчиками на щечки, растушевываются и придают щечкам легкий нежный оттенок. Советую наносить тинты после тональной основы, а затем, когда он немножечко подсохнет, закрепить сверху пудрой. Пудра нужна для того, чтобы убрать с лица жирный блеск. Корректируйте форму при помощи карандаша или теней, выбирая карандаши, учитывая цвет ваших волос. Чтобы брови смотрелись естественно, карандаш лучше выбирать светлого оттенка. Для брюнеток не подойдет черный карандаш. Тени следует выбирать матовые, без блесточек, исходя из цвета глаз. Можно взять нейтральный оттенок, который подойдет любому цвету глаз. Нежно-персиковый или светло-коричневый. И пушистой растушевочной кистью наношу коричневый оттенок на складку века, хорошо растушевывая. Тем самым я раскрываю наши глазки. Если вы любите рисовать стрелочки, то для молодого личика лучше выбирать коричневый карандаш. Лучше всего, если вы карандашик слегка растушуете плотной кисточкой. Тушь для ресниц нужно выбирать от желаемого эффекта. Бывают для удлинения, для объема и два в одном. Я прокрашиваю только верхний ряд ресниц. На губы я тоже наношу тинт. Он придаст розовый пигмент моим губкам. А затем сверху наношу прозрачный блеск. Теперь приступаем к созданию прически. Для того, чтобы ваши волосы слушались вас и были немного объемнее, нанесите на корни волос сухой шампунь. Таким образом волосы станут намного послушнее. И шампунь придаст вашим волосам легкий объем. Хорошенько прочесываю волосы, делаю посерединке проборчик. Делаю следующий пробор от виска к макушке. Беру прядь и закручиваю жгутик на голове в калачик. Закрепляю наш получившийся пучок силиконовой резинкой для волос. Это нужно сделать обязательно резиночкой, чтобы пучок был пышным. А только потом зафиксировать пучок невидимками, чтобы он не сползал с головы. С другой стороны делаю то же самое. Если они у вас получились неровные, неаккуратные, пушистые, ничего страшного. Легкая небрежность сейчас в моде. Немного выпускаем пряди у лица. Это универсальная прическа, которая подойдет девушкам с волосами любой длины. Если правильно подобрать косметику и следовать всем этапам, то получится легкий дневной макияж, который украсит любое молодое личико и только подчеркнет красоту. Всем спасибо за просмотр. С вами была Женя Гейн. Смотрите больше видео уроков на моем YouTube канале. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok